В субботнее утро не порадовало любителей лёгкой атлетики тёплой и солнечной погодой. Организаторы признали, для проведения таких массовых забегов довольно прохладно. И, возможно, в следующем году старты проведут на Колыме пораньше. Тем не менее, перипетии колымской природы не испортили настроение любителям здорового образа жизни. Ещё за 15 минут до окончания регистрации число участников перевалило за пять сотен. Как никогда активны в этом году были образовательные учреждения Магадана. Причём пробежали дистанцию не только дети, но и их педагоги. Мы вчера пытались бегать такую дистанцию, но сегодня не очень получилось. Я сначала думала, что поменьше будем бегать, а оказалось, что это столько. Очень всё понравилось. Весело, настроение хорошее. Почему в субботу не встать и не пробежать? Готовы, мы ещё и волейболом занимаемся, у нас волейбольный коллектив, поэтому физически тоже. Каждый день у нас были тренировки на спарте, мы команда в субботу тренировались. В принципе, все рассчитывали победить. Это всё-таки массовый забег, и там все рвутся сначала вперёд, естественно. А там самое сложное-то добавить в конце. Такой кросс, поскольку он носит массовый характер, очень демократичен и рассчитан на людей разных возрастов и разной спортивной подготовки. Организаторы предусмотрели отдельные трассы для школьников, мужчин и женщин, для ветеранов. Поучаствовать в забегах смогли и самые юные магаданцы. Отрадно, что несмотря на возраст, некоторые малыши уже имеют в своей копилке трофеи с других стартов. Вести здоровый образ жизни сейчас модно. Где ты ещё была? Ещё на вяльбе. На лыжной вяльбе? Да. Получила? Шоколад. И? Диплом. Премьер старших всегда должен быть в семье, Даша. Или у нас у папы спортом занимается, у нас и деда спортом занимается. И Даша пойдёт. Наверное, в школу гимнастики собираешься? Да. То есть семья за здоровый образ жизни. На пьедестал почёта в этот день чаще всего поднимались любители лыжного спорта. Стать лидером многим из них помогла результативная летняя подготовка. Лыжи – это всё-таки циклический вид спорта. Мы и летом тренируемся, и поэтому не прекращается подготовка. Поэтому, конечно, проще, чем другим видом спорта. Довольно, конечно, удалось поддержать темы с более серьёзными соперниками. А так тяжело-то, потому что уже холодно. А ещё дыхание, ну, тяжко дышать не нужно. Среди тех, кто финишировал первым массовом забеге, большая часть – профессиональные спортсмены. Это Дмитрий Итти, Данил Возовиков, Яна Сауленко и Галина Акинина. Для тех, кто с лёгкой атлетикой на «ты» Министерство спорта, туризма и молодёжной политики приготовило солидные кубки и медали. Ольга Пчелинцева, Сергей Витушкин. Эхо дня!